За спиной рюкзак весом от 15 до 30 килограмм, а впереди долгая дорога к небу. В горах альпинистам предстоит пройти немало испытаний и ощутить свою беззащитность перед стихией. Но бесстрашный любитель этого вида спорта готовы преодолевать все трудности, чтобы снова испытать неповторимое чувство победы и услышать заветное «Дошли». 15 человек из Альп-клуба Одесса начали свою подготовку к восхождению за полгода. Локация была выбрана спонтанно, признаются альпинисты. Карантин повлиял на планы команды, но не лишил возможности заниматься любимым делом. Этот маршрут был пройден 11 лет назад со второй попытки итальянскими альпинистами и ни разу не был повторен. Весь этот выезд был в формате экспедиции, то есть восхождение у нас было совершенно всего 10. И вся эта экспедиция делилась на две половины. То есть первая – это обучающее, вторая половина – это спортивное восхождение в рамках чемпионата Украины. Ни еда, ни какое-то там потребление, покупки не дают тех эмоций, которые дают горы. Во-вторых, это люди прежде всего, это коллектив, который сплочается вокруг одной цели. Подъем начинался в 4 утра. К этому времени каждый участник экспедиции, собрав свои вещи, готовился к новым испытаниям. В горах организм подвергается серьезным нагрузкам, потому важной стороной восхождения, помимо спортивной подготовки, является вооружение необходимыми медикаментами и продуктами питания. И если с заготовками вопросов не возникало, то доставать воду было непросто. В высокогорной пустынной местности мало ледников и снега. Из-за этого за жидкостью приходилось спускаться вниз, чтобы достать около 60 литров воды. Это испытание на выносливость и стойкость духа прошли все члены команды. Очень важна совместимость между членами группы, членами этой экспедиции. Для меня, как официального врача этой экспедиции, было очень интересное. С одной стороны, чтобы нормальный совместимый состав был, очень важно психологическое настроение в команде. По-разному воспринимали члены команды акклиматизацию, потому что наш основной лагерь был на высоте где-то 3-3,200 над уровнем моря. И здесь уже сказывается явление так называемой горной болезни. Период акклиматизации – ключевая часть подготовки к восхождению. Организм становится восприимчивее к погодным условиям, давлению и высоте. Проявляется горная болезнь в головокружении, тошноте и даже кровотечениях. Но правильное поэтапное приготовление помогут спортсменам пройти путь без потерь для здоровья. Казалось бы, вершина покорилась, но многое еще предстоит. Спуск занимает около 8-9 часов и требует больше сил и сосредоточенности. Но на протяжении всего пути каждого, кто увидел мир под другим углом, не покидают эмоции, которые несравнимы ни с чем. Все они в мечтах уже покоряют новую, более высокую гору. На следующий год – это год 30-летия независимости Украины. Мы хотим сделать такую акцию, такой подарок для города – восхождение на один из восьмитысячников планеты. Это серьезная большая гора. Вот она здесь представлена в Монослу. За 80 лет существования Альп-клуба Одесса покорение пустынных гор первое. В планах на этот год были Грузия и Болгария. Но несмотря на коррективы, которые внес этот год, альпинисты планируют будущие восхождения. Лучше гор могут быть только горы, на которых никто не бывал.